Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Главнее всего погода в школе. Какие меры решили принять в крае для улучшения психологического климата в общеобразовательных учреждениях? Выведут из тени, как будут выявлять самозанятых и в каком размере их ждут налоги. В помощь сельским детсадам. На что потратят деньги шесть дошкольных учреждений, обладатели престижных грантов? Итак, руководство Барнаульского лицея, где ученик стал жертвой детской травли, ответит за бездействие. В отношении у сотрудников учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Напомним, история получила огласку после того, как мать ребенка разместила пост в социальной сети. Она обвинила в издевательствах над ее сыном группу подростков. Как установило следствие, руководству педагогам было известно о ненормальных взаимоотношениях школьников. Но со своей стороны они ничего не предприняли. По версии следователей, физическое и психическое насилие допускалось в отношении еще нескольких детей. Насколько нам известно, речь идет как минимум о четырех жертвах школьной травли. Сейчас лицеи изъяты документы, введя запись с камер наружного наблюдения. В инцидентах разбираются сотрудники отдела по особо важным делам краевого управления Следственного комитета. Ситуацию держит на контроле мэр Барнолла Сергей Дугин, уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева и российский омбудсмен Анна Кузнецова. Добавим также, что итоги проверки специальной комиссии должны быть обнародованы 23 ноября. Но вот между тем, в Алтайском крае примут дополнительные меры по созданию безопасной психологической среды в школах. Такое заявление сделал министр образования и науки региона. Максим Костенко поручил муниципальным органам управления образования сформировать систему оперативного реагирования на случай жестокого обращения с детьми. Чиновник пояснил, что со школьниками, родителями и педагогами надо проводить тренинги, обучающие семинары. Максим Костенко сказал о важности информационной поддержки, методических рекомендациях по предотвращению конфликтов в школах, в том числе в сети интернет. Также в министерстве напомнили, что жители Алтайского края могут обращаться в анонимную службу детского телефона доверия. Наша задача обучить всех учителей Алтайского края выявлению, реагированию, признакам, предотвращению буллинга, пониманию, как реагировать и куда сообщать, если ты не справляешься. Пониманию вообще, что ты должен это сообщать и ты должен реагировать, если вдруг в такой ситуации к тебе обращаются, например, родители. Все 100% муниципальных образовательных организаций будут охвачены для того, чтобы мы понимали, где эта проблема существует, где она более ярко выражена. Серьезные меры по безопасному климату в школе стали необходимы после того, как в барнаульских школах участились случаи насилия с детьми. Например, в 101-й школе сразу несколько родителей пожаловались на жесткую травлю их детей в классе. В течение недели в школе проводились проверки, завтра в министерстве огласят ее итоги. Барнаульцы жалуются на дефицит общественного транспорта в регионе. Особенно остро проблема стоит в утренние часы, когда большинство жителей, отдаленных от центра кварталов, попросту не могут вовремя уехать на работу. Ждут, говорят, около получаса, а то и больше. Нередко пассажиры, даже если дожидаются экспресса, попросту не могут в нее попасть. О транспортных коллизиях далее в материале. Забытые автобусом, именно так о себе говорят жители вот этого новенького микрорайона. Стройные утренние колонны по направлению к более оживленным улицам, словно ответ на вопрос о доступности транспорта. Ну, два маршрута, и мне не по пути. Что приходится делать? Да, попавайте. Ну, далековато это. Ну, да. Ну, вот, вот там остановка. Ну, показывает 9 минут. Что, через 9 минут он будет здесь? Ну, наверное, да. Это единственный способ выследить неуловимый экспресс. В приложении указан номер маршрута и время передвижения. Правда, как уверяет Елена, это еще не гарантия, что транспорт придет вовремя. У Александра точно такой же метод. Установка нужного приложения в телефон скорее вынужденная мера. В случаях, когда и это не выход, добро пожаловать в те самые стройные ряды. Сотни метров по снегу, опять ожидания, знаменитая еще с советских времен посадка локтями. И вот он, долгожданный статус пассажир. 60-й и 65-й маршруты – единственные, которые проходят по двум центральным улицам современного района квартала. 65-го не хватает, конечно, бывает минут по 20 прямо на этой остановке стоишь, ждешь. И, ну, и прямо уже начинаешь нервничать. Нервничают и потенциальные пассажиры уже в другом районе. Тут, сквозь улицу Кутузова, проходит сразу несколько маршрутов. Есть здесь все тот же 65-й. Правда, дождаться, говорят жители, это лишь 50% успеха. Нужно ведь еще зайти, залезть, пробиться в автобус. Беда с 80-м и 65-м тоже беда, потому что он очень маленький ходит. Размеры не позволяют. Сейчас пик, да, беда. Город растет, зато не растет количество маршрутов и автобусов, жалуются барнаульцы. Самые инициативные из них намерены обратиться в администрацию краевой столицы с просьбой увеличить состав. Пока же вновь в ожидании. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Увеличат ли число маршрутов или добавят еще несколько перевозчиков на дефицитные направления с этими вопросами, корреспонденты программы «Наши новости» обратились к специалистам мэрии Барнаула. Внятного ответа не прозвучало, но в Комитете по информационной политике пообещали сформировать позицию по вопросу в ближайшие дни. Мы будем следить за развитием ситуации. Покажи мнение представителя перевозчика 65-го маршрута. Вот что он рассказал нам по телефону. У нас по расписанию 65-го автобуса в будни 16, выходные 12. Увеличить данное количество мы не можем. Мы бы не смогли на сегодняшний день увеличить, потому что у нас катастрофическая нехватка водительского состава. С 2019 года самозанятые должны выйти из тени. Соответствующий закон в России в окончательной редакции приняли в ноябре. По предварительным подсчетам 20 миллионов соотечественников, среди которых немало наших земляков, впредь должны платить налоги со своей деятельности. Как таких граждан будут выявлять и сколько они должны отчислять государству, знает Анастасия Дороган. Золотые руки, ухоженные волосы. Африканские косички Алина запрела себе сама. Ее клиенты предпочитают дреды, косы, колоски. Прибыльное занятие, но хобби. Впрочем, из-за такой вид деятельности, скорее всего, придется отчитываться рублем. Я бы не хотела платить налог. Но я бы сказала, что я просто подругам плету. Мастера маникюра, швеи или кондитеры на дому. Далеко не все из них хотят платить налоги с нерегулярных доходов. Самозанятые надеются, что о них просто не узнают. Впрочем, их будут специально выявлять. В нашем распоряжении оказалось вот такое объявление. Здесь самозанятых называют незаконными предпринимателями. И к их поиску предлагают подключить соседей, знакомых, в общем, весь город. Комитет – действительный телефон, настоящий. Звони не хочу. Мы решили проверить, воспользуются ли таким предложением барнаульцы. Если бы я, конечно, знала, то да, позвонила бы. Я получаю там 10 тысяч, а на сроке они 20 тысяч получают. Налогов не платят. Позвонили бы? Куда? Сюда? Да. Нет? Нет. А почему? Да потому что. Чтобы не стучать? Да. Но пока алтайским самозанятым беспокоиться нечем. Во-первых, это чей-то розыгрыш, а во-вторых, закон с 2019 года и 10 лет подряд на правах эксперимента будет действовать только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятым предлагают добровольно встать на учет в налоговую. Отчисления, в отличие от предпринимателей, всего 4 или 6 процентов вместо 13. Но в том, что найдутся добровольцы, сомневаются даже эксперты. Нянечка, репетитор получает доход, видит наличных денег, своим трудом зарабатывает. Он уже отчасти выполняет какую-то свою социальную функцию. Какая мотивация ему идти регистрироваться в качестве самозанятого? По словам Фрица, закон о самозанятых сырой. Налоговики на стороне нововведений. Они считают их выгодной альтернативой. Отчитываться о доходах просто. Достаточно чеков и специального приложения на телефоне. Вбил суммы и перекинул их клиенту. Обмануть систему, уверяют специалисты, не выйдет. Твой покупатель обязан выдать чек, а покупатель же будет видеть, какую сумму он заплатил. Можно же, как сказать, что вообще не учитывать эту операцию. Но это сокрытие налоговых обязательств. А депутаты Госдумы в законе видят перспективы для самих самозанятых. Эти условия, которые люди бы могли использовать, они могли бы прежде всего направлять на развитие своего бизнеса самозанятых граждан. Потому что получить кредит на развитие бизнеса, не достоверно подтвердив, что этот бизнес законный, легальный, в рамках правового поля, достаточно сложно. Примут ли самозанятые четырех регионов страны новые правила игры, можно будет говорить через год. Тогда огласят первые итоги эксперимента. И хотя он рассчитан на 10 лет, алтайские налоговики всерьез полагают, что и в нашем регионе нововведения внедрят в ближайшие годы. Анастасия Дорога, Николай Шелку, Андрей Печеркин. Наши новости. Среди предков есть приближенные к царю. Такое открытие сделала группа совсем юных земляков, воспитанников детсада Зонального района края. Накануне малыши исследователи презентовали свой проект «Генеалогическое древо» с верстником и наставником. Творческие проекты представили и другие дошкольные учреждения края. Чем удивили талантливые дошколята в репортаже Валентина Аскеровой. Проект «Генеалогическое древо семьи» мы начали создавать еще со временем, когда я входила в детский сад. Но оно было менее подробно. Когда я подросла, мы начали более глубже изучать историю своих предков и создали генеалогическое древо, чтобы оно сохранилось и пополнялось с поколения в поколение. Прапрадеды этих детей служили у коронованных особ, видели революцию, защищали родину Великую Отечественную. Генеалогическое древо Суворовых уходит корнями к началу 19 века и насчитывает десятки героических имен. На создание родословной семьи, в которой папа полицейский, мама медик и четверо ребятишек ушло полтора года. И на этом они не намерены останавливаться. Работа трудоемкая, признаются Суворовы, но очень увлекательная и полна неожиданных открытий. По маминой линии была прапрабабушка наша, она работала у царя, она в царской семье жила. Быт, то есть был на ней весь, на бабушке нашей прабабушке. Ей звали Пелагея, как Полина. В этом детском саду не только Суворовы, но и другие воспитанники изучили истории своих семей. Проект создания генеалогического древа стал одним из шести победителей конкурса фонда Александра Прокопьева. Родилась я в Желина и живу я в Желина. Я село свое люблю, а селе свое пою. Детские сады смогут воплотить в жизнь свои проекты. Руководство всех учреждений давно решило, на что направить деньги. Век компьютерных технологий не обойтись без современной техники. Мы хотим приобрести ноутбук и фотовидеокамеру. Также принимаем участие во многих мероприятиях, которые в нашем селе. И чтобы это запечатлеть, обработать и хранить эту информацию для передачи дальнейшего поколения детям. С помощью новой техники в детском саду планируют не только реализовать собственные проекты, но также создавать и сохранять истории своих воспитанников, делая свой вклад в летопись села. За время существования проекта поддержку от фонда социального содействия Александра Прокопьева получили детские сады шести районов края. Проект и дальше будет помогать сельским детским садам. Его работа продлится до 2020 года. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. У юных барновольских ученых и инженеров появилось еще больше возможностей для новых свершений. В день рождения центра наследники Ползунова здесь открыли две новые лаборатории – программирование и робототехники. Воспитанники и преподаватели презентовали свои проекты и провели открытые занятия, рассказывает Илья Кочетков. «Почему я не школьник и не могу пойти сюда учиться?» – шептали друг другу взрослые посетители. Когда-то школьники о таких возможностях могли только мечтать. Хочешь, программируй модели и распечатывай их на 3D-принтере. Или создавай роботы-дроны, летающие, ползающие. Все это благодаря фонду Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании для школьников, а их здесь обучается около 700, абсолютно бесплатно. Открывая центр, в него вложили 15 миллионов рублей. В этом году, с учетом дооснащения оборудованием, общая сумма расходов достигла уже 28 миллионов рублей. Мало того, что есть классические науки, естественно, математические – это математика, физика, химия. То есть науки о природе, которые дают основу, у нас еще и обязательно прикладная. То есть часть – это инженерная часть, которая позволяет решать различные проблемы, которые возникают у человечества. Это уже чисто прикладное. Вот, собственно говоря, мы добавили. Как признается ректор Алтайского технического университета, для ВУЗа – это ценный источник будущих абитуриентов. Юным ползуновцам практические навыки будут прививать благодаря работе на новых станках. Появится металлорежущее оборудование современное, то, которое позволит уже реализовать это не только в моделях таких лабораторных, но и в действующих моделях, ну, скажем так, в виде производственных или промышленного образца. В следующем году в центре планируют создать систему телеконференций. Находясь в Барнауле, ребята смогут слушать лекции и перенимать опыт ведущих ученых всего мира. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, местами мокрый снег. Плюс один днем прогнозируют Валейский, Бийский и Рубцовский. Около 0 градусов в Заринске до минус 2 в Камне на Аби. В Барнауле ночью 2 градуса выше 0, днем плюс один мокрый снег и юго-западный слабый ветер. Аккуратней на дорогах. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире. Продолжение следует...